Всем привет! Это «Русский портрет». На этом канале мы говорим о русской культуре. Сегодня мы продолжим говорить о феномене русского купечества и об их главной мотивации к меценатству. И вот этот путь от неграмотных крестьян до людей, которые сыграли значительную роль в формировании культурной сферы нашего общества, должен был пройти большой. Как так получилось? То есть первое поколение понятно, мы все поняли, практически неграмотные люди приехали в Москву или в Петербург. Кстати, купцы очень любили именно Москву, потому что она больше отвечала их укладу жизни. Она такая купеческая у нас, тихая, консервативная. И вот этот столичный Петербург с европейскими модами, все это было неблизко. У них ходила среди них даже такая поговорка, что будь ты хоть пьян, но по моде не одевайся. То есть одеться как по европейским моде у них считалось страшным позором, и вас бы просто засмеяли в том же замоскворечь, если вы в европейском костюме прошлись по Пятницкой улице. Русское купечество, как сословие, было главным носителем русских традиций. Меценатство было главной традицией купцов. Благотворительность, которой занимались купцы, подкреплялась не только христианским нравственным принципом, но ко всему прочему еще и стремлением оставить о себе память. Например, в свое время нижегородский купец-судовладелец Дмитрий Васильевич Сироткин, заказывая архитекторам особняк, дал оказание. Выстроите такой дом, чтобы после моей смерти он мог быть музеем. По этой причине дома купцов во многом определили лицо исторической части российских городов. В какой-то момент они понимают, что своих детей они должны учить по-другому. Мир меняется, они это улавливают и начинают учить свои детей на европейский манер. Нанимают гувернеров, отправляют их в гимназии, иногда даже отправляют за границей продолжать обучение. Так как, например, тот же Савва Тимофеевич, он получил образование в Москве, затем отправился в Кембридж изучать химию, которая впоследствии бы ему, конечно, помогла для его производства. Они занимались тканями. Они выписывали станки с фабрик Манчестера, Ливерпуля, общались, приводили английских рабочих. То есть тоже такой интересный момент, как им могло прийти в голову осознать, что без европейских технологий их бизнес просто не разобьется. И они, даже, возможно, не зная английского, ехали, покупали эти станки и уже привозили их сюда, в Россию. Вот эти дети уже второе, третье, четвертое поколение, они немножечко более свободны, чем их деды и прадеды. Они начали задуматься о том, что, может быть, семейное дело – это не все, из чего должна состоять их жизнь. Возможно, у них есть какое-то дело по душе, то дело, которому действительно лежит душа. И надо сказать, что деды и их прадеды, они, конечно, были резко против такого образования, потому что будешь ты слишком умным, не захочешь заниматься семейным делом. Но, как показывает практика, они, конечно, были в своей колокольне права, потому что, когда эти молодые люди съездили за границу, увидели музеи, увидели, что в них, посетили мастерские художников, пообщались с французскими маршанами, которые торговали этим искусством, конечно, они уже не могли жить по-другому, они заразились этой болезнью. С середины XIX века началось время оформления столь важной для нас сегодня тенденции коллекционерской деятельности в среде представителей отечественных купеческих династий, а именно Бахрушины, Боткины, Прянишниковы, Хлудовы, Щукины и, конечно же, Третьяковы. Купечество в это время однозначно активировало свои позиции в общественной, социальной и культурной жизни общества, пыталось идти в ногу со временем и вкладывало значительные материальные средства в развитие институтов культуры и в создание уникальных коллекций искусства. Если искать корни происхождения меценатства в России, причины, почему эти люди отдавали деньги, силы на благотворительность, вкладывали в искусство, то у нас есть две стороны рассмотрения. Во-первых, это возможность получения дворянства за какие-то заслуги перед обществом. Это постройка больницы, постройка школы, организация выставки, финансирование какой-то деятельности общественно полезной. Но это важный факт, потому что купцы, некоторые купцы действительно стремились получить дворянство, выйти на какой-то новый уровень, получить подтверждение своей значимости. Но на самом деле это были далеко не все. То есть не нужно думать, что абсолютно все купцы хотели пройти этот путь от крестьян до купца 3-й, 2-й, 1-й гильдии, затем стать дворянином. Нет, они на самом деле, купцы, достаточно осторожно относились к дворянам. Они считали их, не всегда отзывались о них хорошо. И, например, такой вот показательный факт, браки между купеческими дочками и дворянами были далеко не распространены. То есть купеческие дочки не хотели отдавать за людей, которым больше интересна охота, азартные игры и так далее, а не заработок. Соответственно, дворяне относились к купцам как к мещанам, не очень образованным людям, но у них есть деньги. А дворяне к этому моменту, конечно, уже многие потеряли свое состояние, им нужно было, так называлось, позолотить герб. То есть они женились на купеческих дочках ради их приданого. То есть с одной стороны была вот эта цель – получить дворянство, и этим могло быть вызвано их меценатство и благотворительность. Но это вот была гораздо меньшая часть относительно других причин. То есть причины были в традициях и правилах, которые были приняты в их семье. Это действительно богоугодное дело – помогать, развивать, помогать тем, кому не так повезло, как им, вкладывать в художника, в котором они сочувствовали. Я лично думаю, что историческая привычка смотреть на европейские традиции должна быть заменена привычкой наблюдать за тем, как эти традиции видоизменялись в России, и главное, с каким масштабом. Очевидно, что масштабы капиталов купцов и масштабы этих личностей как нельзя лучше отражены в их удивительных коллекциях. Мы будем продолжать об этом говорить. Оставайтесь с нами. Это был «Русский портрет». До встречи. Это самый настоящий феномен. Люди, которые практически не получили образования, пытались понимать новое, не боялись этого нового, не боялись проявить смелость, а для этого нужна была смелость, чтобы что-то коллекционировать, не боялись отдавать свои деньги на улучшение общества. Они пытались сделать действительно общество лучше с точки зрения обеспечения его врачебной помощью, с точки зрения развития культурного вкуса и так далее. То есть свои коллекции, например, они собирались завещать городу для дальнейшего пользования все именами, чем мы сейчас и с удовольствием пользуемся. Наш московский музей – это как раз те коллекции, которые были в том числе собраны купцами. И можно, наверное, предположить, что они преследовали какую-то корыстную цель, чтобы о них помнили, чтобы они говорили, чтобы они отмалили какие-то грехи свои, тем самым они строили церковь. Но мне кажется, что все гораздо глубже. И вот этот огонь, который в них горел, который не давал им опустить руки, когда над ними смеялись, не давал поверить, давал силу поверить в то, что то, что они делают это правильно, это нужно. Это важно. Это совершенно необъяснимо. Это феномен нашего русского мецената-купца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова